Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпании «Город» программа подробностей. В течение семи недель верующие будут готовиться к встрече главного праздника – Воскресения Христовы. Пасха в этом году приходится на 1 мая. Главное не путать пост с диетой, говорят представители церкви. Об этом и не только расскажет наш гость, протеерель Арсений Вилков, председатель миссионерского отдела Рязанской епархии. Пост – это время самоограничения, а также время, конечно, церковной жизни, усиления ее, молитвы. Поэтому те люди, которые имеют возможность, стараются и в первый день поста, и в целом почаще в пост, бывать в храме. Тем более, что в храмах служатся особые постовые богослужения, которые совершаются только раз в год во время Великого поста. И они очень умилительные, они очень проникновенные, они особенные. И каждый человек, который посещает храм, конечно, знает об этом, старается бывать на этих службах. Во всем должна быть последовательность. И, конечно, во время поста для тех людей, которые только начинают поститься, она тоже должна быть. Маленькому ребенку не дают твердую пищу грудному младенцу, потому что он еще не в состоянии ее переварить. Также и человек, который только начинает делать свои первые шаги в храме, ему тоже необходимы труды по силам. Иначе он может надорвать силы свои духовные, и результат будет хуже, чем тот, который человек ожидает. Поэтому все должно быть постепенно, и в пост тоже нужно входить постепенно. Есть даже рекомендации, если желание возникает поститься, то не начинать с Великого поста. А может быть, начинать с тех постов, которые более умеренные. Хотя, конечно, я скажу, что можно и с Великого поста, но зная определенную меру и зная свои силы. К сожалению, у нас часто пост сводит только к ограничениям в еде. Об остальном же человек не задумывается, хотя основное содержание поста – это все-таки внутренние изменения. Те перемены, которые мы должны производить со своей душой, со своим внутренним миром. А должны мы побороться с тем злом, который есть внутри каждого из нас, должны посеять семена добра, должны стать ближе к Богу посредством церковной жизни, больше времени уделять своей душе. А вот если попроще говорить для более юных, скажем так, телезрителей, то есть это в частности, например, чуть-чуть умереннее относиться к телевизору, к интернету. Я права или не очень? Во-первых, конечно, умеренность во всем, потому что современный человек часто не воздержан во многих вещах. Естественно, да. Гораздо больше пользы ваш пост принесет, если вы сможете выключить телевизор, не смотреть его. Если вы сможете побороться со злобой в своем сердце. Если когда вас подрезали на машине или на ногу наступили, вы не ответили грубым словом, простили этого человека. Когда вы учитесь таким добрым побуждением своей души, когда вы пресекаете злые поступки свои и даже злые мысли, то вы ведете самую настоящую работу духовную, которая, конечно, имеет серьезные значения для духовной жизни. И это гораздо лучше, чем ограничение в еде. Потому что бывает часто так, что человек, приступая к посту, перестает есть скоромную пищу, мясо, молоко, рыбу. Но при этом он осуждает, он завидует, он раздражен. Его все напрягает. Он погряз в суете. И смысла от этой диеты не будет никакого. Потому что пост – это не диета. Внешние ограничения должны способствовать и внутреннему тоже ограничению. А с какого возраста деток можно уже приучать к посту? Ребенок все-таки должен понимать, почему. Вы знаете, конечно, детей обычно лет с 7 начинают к посту приучать. Но здесь важно понимать, что духовная жизнь, она является пример определенный. И если семья церковная, и родители постятся, то у детей таких вопросов не возникает, зачем это нужно и почему. Они растут в этом. Скажу так, что в верующих семьях не принято детей заставлять поститься. То есть ребенок видит, как мама и папа делают. Он берет с них пример. Если он для себя видит необходимость поста касательно еды, то он сам может сказать, мама, я тоже хочу поститься. И я знаю такие случаи даже из своей семейной практики. Но что касается ограничений, например, в телевизоре, или в компьютерных играх, или в сладостях, здесь родители могут определенные ограничения наложить и объяснить, для чего это нужно. Что время поста, в чем смысл поста. И повторюсь, если семья церковная, и в ней все взрослые, по крайней мере, постятся, то ребенок эти моменты воспринимает. Для него они не становятся чем-то непонятным, недоступным и так далее. Другой вопрос, если родители не постятся, или они только-только пришли в храм, и им сразу кажется, что нужно все правила абсолютно исполнять, и они делают... Все через чур. Да, и они требуют от детей того, что сами не исполняют. И еще не понимают до конца, вот что сами... И сами, да, и объяснить до конца не могут, просто знают, что это нужно. Здесь, конечно, могут возникать разные перекосы. Потому что если ты сам не можешь, например, дать духовной жизни, то не нужно этого требовать с детей. Количество прихожан меняется? Во время поста, до поста вы какие-то тенденции наблюдаете? Количество прихожан, как правило, зависит от времени года. Летом их становится меньше, они уезжают в... У них дел больше. Да, в другие места. Но дело не скажу, дела всегда есть у людей. А зимой, соответственно, возвращаются. Сельский приход может обратной тенденции определить. Летом, наоборот, больше приезжают люди, зимой все уезжают в города. А средний возраст могли бы какой-то назвать? Просто интересно, кто сейчас ходит в церковь, потому что люди должны понимать, зачем они это делают. Человек любого возраста сейчас ходит в храм. Я не могу сказать, что больше людей пожилых или молодых, наоборот. В храмах есть людей среднего возраста и дети. И, конечно, люди пожилого возраста. Сейчас огромное количество молодежи, которые не очень понимают, что такое пот, что такое какие-то особые церковные праздники. Как вы и ваши коллеги относитесь к тому, что человек вот так вот по-простому подходит, спрашивает, может быть, не то спрашивает, может быть, совсем коряво это получается, но хочет приобщиться? Ну, конечно, любое желание приобщиться к церковной жизни воспринимается нами с любовью к человеку, пришедшему, потому что это нормально. И вполне нормально, когда человек, пришедший, скажем, с улицы, со стороны, может задать вопрос как-то некорректно или с точки зрения церковного человека неправильно. Вообще неправильных вопросов не бывает. Если человек их задает, если он интересуется, то это уже вопрос достойный и требующий ответа, и мы обязательно ответим на него. Человек не может все знать. Мы же не рождаемся, к сожалению, церковными людьми, мы должны стать ими. И поэтому вполне объективно, что человек может задаваться разного уровня вопросами на пути к церковной жизни. Так же, как и нельзя знать с пеленок математику, и нужно ее проходить, разжевывать, нельзя язык знать, нужно обязательно правила его изучать и так далее. Поэтому мы не требуем от людей, что они, приходя в храм, обязательно должны знать уже все правила. Давайте напомним главные правила наступившего поста. Какие недели самые строгие? Только через покаяние мы можем осознать, насколько мы требуем исправления. И желая этого исправления, мы обращаемся к Богу, который помогает нам стать совершеннее духовно, стать лучше. А наиболее строгие недели из тех недель Великого Поста, которые нам предстоят, это первая седмица, вот сейчас она началась. Четвертая седмица, это неделя так называемая крестопоклонная. И затем страстная неделя, которая присоединяется к дням Великого Поста. Она, с одной стороны, отдельно стоит обособлена, но, с другой стороны, по времени она следует сразу за днями Великого Поста и является как бы заключительным итогом всего поста, всего постнического делания. Это самые строгие недели, это связано и с церковной историей, и с евангельскими событиями, но с тем, что дорого и близко сердцу каждого православного человека. Потому что, мне кажется, побуждение к посту – это прежде всего любовь. Наша любовь к Богу, любовь к ближним, потому что пост – это и время, дел милосердия по отношению к ближним, к тем людям, которые нас окружают. Ну и, конечно, стремление быть ближе к Богу. И вот то, что Бог принес жертву за нас, то, что Он сам постился в течение 40 дней, побуждает и нас следовать Его примеру. То есть это не какая-то обязанность, вот ты верующий, крещеный, ты должен обязательно поститься. Нет, это наше собственное внутреннее побуждение. Мы хотим быть рядом со Христом в эти дни, мы хотим подражать Его подвигу, хотя бы немного к Нему прикоснуться. Вот это для нас важно. Спасибо за эти 10 минут. Давайте напомним нашим телезрителям, что это была программа подробностей. Оставайтесь с нами и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова